Здравствуйте, дорогие друзья! Начнем рассматривать эту сложную тему. Каждое интервью, каждое ток-шоу, посвященное этой теме, которое я рассмотрел, и цитаты, из которых я буду сюда приводить, длилось от часу до двух. И понять что-то из каждого из них в отдельности, особенно с первого раза, ну, крайне сложно. Потому что там очень много общностей, очень много воды, очень много эмоций и очень мало конкретики. Здесь будет только основное, и я уверен, в этой теме мы разберемся. Но в первой части я поднял один вопрос, который касается этой темы косвенно. Что, возможно, Зеленский высказался в пользу Супрун не потому, что ему нравится Супрун или Медреформа, а потому, что на него повлияли какие-то внешние факторы. По поводу этого интересно, довольно сказал Александр Дубинский. Правда, он, как обычно, дико матерится, я вас предупреждаю. Но его цитата точно заслуживает внимания, поэтому давайте ее послушаем сейчас. Исполняющий обязанности министра охраны здоровья Супрун сегодня сообщил о всей стране, в очередной своей колонке, в Фейсбуке, о том, что дрожжевой хлеб не опасен для здоровья. Это, блядь, дико важно. В стране, в которой население вымирает по естественным причинам, из-за низкого уровня жизни, высокого уровня болезней и большой миграции, в общем, этому населению, умирающему, сообщили, что, друзья, жрать дрожжевой хлеб можно. От рака вы не умрете, да? И, знаете, вот я на это смотрю, вот на подобного рода комментарии, думаю, она, с одной стороны, либо издевается над нами просто, да? То есть показывает, что, бля, я могу любую хуйню писать в Фейсбуке, любую хуйню говорить с экранов телевизора, и вы мне нихуя не сделаете. И я все равно буду считаться исполняющим обязанности министра охраны здоровья. А вы просто, знаете, для вас такое издевательство, вы дебил, да? Вот вы дебил, вы дебил, вы дебил, вы дебил. Ну, вы вам как там, без скорых нормально, без врачей нормально, без калькомест, хорошо? То, что они приезжают к детям с температурой за 40, врачи на дне отложки, да нихуя страшного, да, дрожжевой хлеб безопасен, от рака вы не умрете. Знаете почему? Потому что вы в этой ситуации, когда вас вызовет рак, дрожжевой хлеб, тупо в этой стране не доживете. Вот такой вот он результат медицинской реформы. В принципе, я вам могу даже спрогнозировать все посты госпожи супру на будущее. В принципе, вам вообще нечего бояться. Хуярьтесь героином, ебашьте кокс, да, там, ходите, блядь, по высоковольтным проводам. Шансов дожить до нормального возраста у вас все равно нет, вам ничего не угрожает. До рака вы точно не дотянете. При этом меня, кстати, удивилось сегодняшнее видео со встречи Зеленского, которое распространила Европейская бизнес-ассоциация, где он говорит о том, что успешная была медицинская реформа в этой стране, и за таких людей, как супру, нужно держаться. Ну, с одной стороны, да, доктор смерть, а с другой стороны, один из самых рейтинговых кандидатов, человек, на котором мы с вами, ну, я не буду скрывать, я в том числе возлагаю определенные надежды по реформированию этого государства, и как минимум по устранению коррупционной системы управления экономикой, построенную его предшественниками, говорит о том, что он поддерживает супру. Как-то, блядь, у меня так, сначала меня так передернуло, думаю, блядь, что за хуйня вообще? Володя, что ты говоришь? Ну, я подумал, думаю, а это же он встречался с посольствами недавно совершенно, да? Ну, а кто вообще продвигает эту женщину, блядь, похожую на мужчину, с волосами, похожими на волосы Трампа? Кто ее продвигает? Ее же продвигают посольства. Ее же продвигает Сорос, ее же продвигает Crown Agents, это закупочное агентство британской короны, которое нам теперь и продает индийские вакцины или российские вакцины по цене бельгийских. Они ее продвигают. И они, в принципе, пока решают на этой территории, которая называется Украиной, и очень многое. Поэтому, наверное, знаете, с точки зрения такого подъеводца, или там типа, пацаны, все будет нормально, мы с вами договоримся, вполне нормальная тактика. Потому что, если ты идешь на выборы и не хочешь, чтобы тебе мешали, ты говоришь, да, да, я поддерживаю, что там, поддерживать надо? Я говорю, поддерживаю. Главное, чтобы после выборов это место поддержки превратилось в пинок. Вот туда. Это будет заслуживающее уважение оппозиции. Потому что, ну мы же здесь как бы, как ни крути хозяева на этой земле. И хотим оставаться на ней хозяевами, а не быть просто батраками, которые заставляют работать там, 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 чтобы покупать вот то, вот то, вот то. Вот это будет клево. Честно говоря, я не верю, что этот подъебоз, как говорит Александр, превратится в последующем в пинок. Почему? Потому что Владимир мог бы сделать сам, или доверить это какому-то своему близкому лицу, то же, что сделаем сейчас с вами мы. То есть это взвесить данную ситуацию и сказать, вы знаете, вот это, это и это Супрун сделала правильно. Вот это, это и это очень неправильно. А вот это должно было быть сделано, но и почему-то не сделано до сих пор. Поэтому мы будем продолжать изучать вопрос. Мы будем разговаривать с Супрун, мы будем консультироваться с другими специалистами. И после того, как выиграем выборы, примем свое решение. Вот это ответ лидера, это ответ будущего президента, которого мне хотелось бы видеть как избирателю. То же, что я услышал от Владимира, это скорее, ну, пируэт в пользу американцев. Кстати, это лично мое мнение. Сейчас мы перейдем к конкретике, так что лично мое мнение вы можете даже во внимание не брать. Но тем не менее, я его хотел бы высказать. Пируэт в пользу американцев. И это меня немножко огорчило, потому что выбирают Владимира все-таки украинцы. И это ему очень важно учитывать. И хочется слышать четкость, хочется слышать конкретику, хочется слышать взвешенность. Что же сказал Александр по поводу всего остального? Доктор смерти и так далее. Это очень радикально. Это сейчас мы будем изучать буквально под микроскопом, исходя из точек зрения различных экспертов. Поэтому давайте к этому приступим. Правда, начнем с чего-то все-таки легенького. Поехали. Когда вся страна обсуждает мочи манту, не мочи манту, хрен с вами со всеми. Понимаешь? Но когда ты у нее спрашиваешь, можно смотреть на сварку? И она говорит, можно? Пані Оляно, зараз будет черговый миф, напевно, развеяно. Чи можно, чи безопасно дивиться на сварку? Так. Аллилуйя! Я це в дитинстве еще подозрювала. Понятно? И вы добавляете, ой, слава богу, теперь миллионы людей могут... Ну, это жарт. Кися. Это жарт. Для кого жарт? Для кого жарт? Вона пояснила, что малася на увазе с приводу дивиться на манту. С приводу сварки. И что она объяснила? С приводу сварки. Вона пояснила, что на ней дивиться можно. Но это не означает, что дивиться на ней можно в притул, вот так вот, сварючи саму. по-перше, по-перше, смотреть на сварку нельзя. Нельзя. Никак. Потому что на большом расстоянии ты просто получишь кератит или воспаление, ожог ультрафиолетом роговицы, а на близком расстоянии, если ты сварщик, ты получишь необратимый ожог в сетчатке, после которого стоит хреново. Об этом написано во всех медицинских учебниках. Я довелась на сварку. Тебе повезло. Тебе повезло. Тебе бог дал. Или была какая-то, возможно, была влажность воздуха, задерживающая ультрафиолетовые лучи. Или что-то такое. По поводу этих постов в фейсбуке, я думаю, многое зависит от менталитета. Мы привыкли воспринимать все достаточно серьезно. И поэтому, когда исполняющий обязанности министра здравоохранения нам пишет о том, как правильно мыть руки, многие читают это примерно следующим образом. Ну ты сволочь, ты издеваешься, ты нас всех за дебилов держишь. Что же касается людей из Европы, США, Америки, ну те, кто с ними знакомы, именно с коренными уроженцами этих стран, те прекрасно знают, что они к этому ко всему относятся гораздо проще. И что касается ее образования. Если почитать неофициальную какую-то литературу, фейсбук, послушать какие-то огульные мнения, то вы будете точно уверены, что у нее нет медицинского образования. Если же обратиться к официальным источникам, то мы видим, что она бакалавр естественных наук в области биологии, закончила университет Уэйна в 85-м году. Далее доктор медицины, университет штата Мичиган. Промежуточная годовая программа резинтатуры больницы Охуда. Врач-резидент по радиологической диагностике больницы Синаи в Детройте. Субспециализация по маммографии и томографической радиологии. Больница Генри Форда, 1994-1995 год. Вот так вот. Чисто просто засилие лекарственного фальсификата. А вообще тишина. Вообще тишина. Что тишина? Об этом я часто читаю. А потом говорят. Ну дальше. А сколько ток-шоу на эту тему? А в чем проблема? Как думаете? В том, что на этом зарабатывают сумасшедшие деньги. Вот и все. Все. Украинцы никому не нужны. Вообще. Очереди во всех аптеках. Скажите, пожалуйста, пять лет реформы достаточно, чтобы запретить продажу антибиотиков без рецепта? Вы спрашивали у Ульяны на эту тему. Что она вам сказала, что такой закон есть, но он не выполняется? Так что вы тогда начинаете реформировать вообще что-то, если закон не выполняется? Тут же одно за другое, понимаете? Тут одно реформируешь, второе. Нет, все одно. Потому что когда стоят люди и платят деньги за фуфломицину, понимаете, то это же куча идиотов, которые носят деньги. Ну и давайте. Фуфломицин. То есть человек может прийти в аптеку, купить там что-то, это не будет работать, и он даже не будет понимать толком, что именно он купил. А Министерство охраны здоровья этот вопрос игнорирует. Точнее, я говорю, что есть закон, но закон этот не работает, да и ладно, но те законы, которые необходимы для внедрения реформ супром, они почему-то работают, а вот именно этот не работает, ну и ладно. Хотя мы понимаем, какие огромные деньги крутятся вокруг этого фуфломицина. Значит, что мы делаем? Мы просто себе помечаем, где за и против у нас, вот вопрос фуфломицина. Существует такая проблема, и слушаем про семейную медицину. Если говорить о семейной медицине и о педиатрии. Да, это здорово, медицина должна быть семейной, вне всякого сомнения. То, что сейчас происходит, подписание декларации, деньги идут за пациентом, какие у нас еще там нововведения есть, электронная очередь, для меня это сверхудобно. Конечно, замечательно. Плюс национальная служба здоровья. Сама идея прекрасная. Да. Сама идея прекрасная. Участковые врачи действительно станут лучше, больше зарабатывать. В любом случае, то, что они даже будут получать, даже с учетом реформы, не имеют никакого отношения к цивилизованной оплате медицинского труда. Отток кадров будет продолжаться. Более того, у нас на повестке дня острейший кризис медицинских сестер. Это просто катастрофа, прогрессирующая катастрофа. Ничего для этого не делается, поча решить это без денег нельзя. Нельзя. Вы сейчас говорите про семейную медицину, или про специализованную медицину? Ну, вообще, в семейной медицине это особо видно будет. Понимаете, и так далее. Опять-таки, для того, чтобы настоящий семейный врач, семейный врач, это человек, который берет на себя функции в нашем понимании и дерматолога, и аллерголога, и невропатолога, и отолеринголога. И я вам говорю уверенно, что на сегодня из педиатров страны, вообще из врачей страны, взять на себя в полном объеме функции грамотного, цивилизованного семейного врача способны не более 10% врачей страны. Мне более, остальные по своей квалификации никуда не годятся. У них атоскопов нет. Они не могут ухо посмотреть, потому что им жалко купить, а государство им не покупает и так далее. И я это вижу каждый божий день. Ну, зарплата будет 15 тысяч, купят. Понимаете, какая ситуация? Вот тут есть вопрос, купят или не купят. Вот купят, я боюсь другого. Что будут говорить, когда ухо будет болеть, они будут знать, что отправить хлору, это потерять деньги. Они будут лечить сами, чтобы не отправить к кому-то. А потом враги реформы будут говорить, вот, дореформировались, теперь вот тут куча осложнений, потому что мы вовремя не отправили к узкому специалисту. А узкие специалисты сейчас, а что они будут узкими специалистами работать? Кроме семейных врачей, еще упоминалась электронная очередь. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что это хорошо и правильно, и это так и должно работать. Далее, деньги за пациентом. То же самое, правда, название еще то. Деньги за пациентом, это получается, ты пришел в больницу, тебе наложили гипс, то есть государство перечислит в больнице деньги именно за этот гипс, а не за все в общем. Поэтому это правильно, потому что так сложнее украсть. И мы тоже его пишем за и против, и электронные очереди, и деньги за пациентом, что это сделано, и это то, что правильно сделано, то, чего раньше не было. Ну а по поводу семейных врачей, вы слышите, что это тоже неплохая инициатива. Ну давайте посмотрим, послушаем, как это можно было бы все внедрять более цивилизованно, нежели то, как это было сделано у нас. Поэтому, поэтому, с моей точки зрения, это много об этом говорили, что есть адекватный цивилизованный вариант реформы. Есть нечто очень плохо работающее, очень плохо. Надо создавать параллельно. Параллельно. Вот есть скорая помощь, которая вас не устраивает? Оставьте ее в таком виде. Создавайте параллельную структуру. И пусть лучшие кадры перетекают, кто может платить за это, создайте хорошую альтернативу. Что вы называете параллельной структурой? Я рассказываю, например, есть отделение пересадки костного мозга в Ахмадеке. Вам не нравится, как они работают? Они не ангелы, и вы не ангелы, кстати. Почему врач, почему заводделением должен принимать, решать вопрос, положить этого пациента или нет, и иметь за это деньги? Почему? Вы должны иметь, у него должен быть запас коек. Кто эти койки создает? Вы, МОЗ, государство, вы создаете коррупционную составляющую, а потом, когда они этим пользуются, вы начинаете говорить, что они мерзавцы. Извините, пожалуйста, не надо создавать условия для коррупции, но они единственные, кто может на сегодня это делать. Пусть делают, но вы считаете, что они делают неправильно. Что вы тогда сделаете? Создаете альтернативное отделение в Харькове или во Львове, учите людей, открываете его, и тогда, когда у вас есть куда больным деваться, из этого ада в другую, вы говорите, хопа, идите в даницу все. Но извините, пожалуйста, сказать, что мы вас сейчас выгоним, и к нам приедут врачи из Италии, врачи из Италии приедут на наши зарплаты работать? Ах, так вы, если они приедут, вы им заплатите по 5-8 тысяч евро в месяц, тогда идите этим 8 тысяч евро, они не будут коррупционерами. То есть нужно было не ломать через колено одно и рядом попытаться на ходу построить другое, а развивать это параллельно. То есть оставить на какое-то время еще эти скорые, пока развивается институт семейных врачей. Именно поэтому сейчас люди так возмущены. И то, что говорил Дубинский, нельзя ребенку, у которого 40 температура, вызвать скорую. И это действительно так, потому что одно поломали через колено, а второе еще не достроили. Конечно, может быть, для параллельного развития не хватает финансирования. Понятно, в Министерстве охраны здоровья с этим проблемой есть недофинансирование, как в любом другом министерстве. Но давайте вспомним фуфломицин и все остальные схемы. Представим, сколько денег крутится вообще в черную вокруг медицины нашей. Если перенаправить часть этих потоков из чьих-то карманов реально в бюджет на дофинансирование медицины, то, мне кажется, как раз в аккурат всего бы хватило. Думаете, это нереально? Это абсолютно реально. Просто никому не интересно. Окей, то есть, если раптом так и станется, что Зеленский станет президентом и скажет... Я могу быть советником, который позволит президент определить, вот в этом предлагаемом медицинском решении наука медицинская или деньги. Вот это ответ на это просто... И как только любой человек, который выберет меня в советнике, выберет деньги, я сообщу всем об этом. Понятно? И скажу до свидания. А сообщите? Конечно. И поэтому сейчас ко мне уже обратились практически все. И всем было сказано, приходите после выборов. Вот так? Понятно? Вот так. Да, потому что сейчас я могу быть советником кого угодно. Еще раз говорю, да, есть люди, которых мне ближе, которые дальше, но тем не менее, я готов посоветовать любому одно. Я могу точно сказать за этим решением. Деньги, бизнес или медицина. Еще раз повторяю. Скрыть схемы, перенаправить потоки не является невыполнимой задачей. Именно для этого у нас созданы все эти антикоррупционные органы. Именно поэтому борьба с коррупцией и реформа судебной системы это наипервейшее, что нужно сделать. Но вот такой вот маленький факт. В интервью Гордону, я уже его не привожу, просто цитата. Комаровский сообщил, что единственный из политиков, кто к нему не обращался по данному вопросу, это действующий президент. Найуспешнейший с точки зрения результату министр охороны здоровья за роки независимости Украины. Кто это? Честно, не знаю. Правда, я не очень интересовался никогда деятельностью МОЗ. Оно ничего не меняло в нашей жизни. Вообще оно существовало. И сейчас тоже не меняют. Сейчас меняют. Сейчас, да. Я не понимаю, что еще раз говорю. С одной стороны, по количеству изменений, телодвижений, действий в правильном направлении, конечно же, нынешняя команда очень крутая. Ну, очень крутая. Сейчас опять скажут. Так вы обретитесь, Комаровский, вы за супрун или против? Просто у вас немае чорно-билого. Нет, конечно. Я позитивно, я не отдаю. Да, да. И отдавая отчет, достоин там супрун, я могу перечислить миллионы ее недостатков. Ну, это как жена. В жене может что-то нравится, что-то не нравится. Богатырева, супрун, чи богомолец? Супрун, конечно. Хлочите на здоровье. Я об этом записал целую программу в 2012 году. Вам это нахрен никому не было надо. Чего? Да посмотрите, 2000... Это же тема, это же активливого хайпа вас стала, разумеете? Да это депилизм. Я думаю, что большинство адекватных людей, что давно знают, какие видятся записания. Это лишний раз говорит о том, что уровень интеллекта, пишущие братья, создающие информационное поле и воспринимающие это, понимаете, мы говорим, когда мы доступ онкобольных к наркотикам превращаем в хихоньки и хахоньки. Блин, да хочется просто рыдать. А помните, что было, когда Супрун предложила легализировать медицинскую марихуану? Именно я настаиваю медицинскую в медицинских целях. Все, в соцсетях понеслась страшные картинки Супрун, страшные картинки Конопли, и американцы прислали нам доктора смерть, чтобы нас уничтожить. Это при том, что все врачи во всех странах мира в один голос утверждают, что эта самая марихуана помогает снять тошноту после химиотерапии. Ну, кому это нужно? Никто же не собирается проходить химиотерапию, снимать тошноту. Мало кто знает, что анкобольным, которые уходят на тот свет, марихуана помогает снять боли. Никто не собирается уходить на тот свет, будучи анкобольным. Но анкобольные эти орут не своим голосом, потому что им больно, а марихуана помогает эти боли снять. Также марихуана помогает больным болезнью Альцгеймера, Паркинсона и многое-многое другое, но нам это все не важно, потому что нам в соцсетях запостили страшную картинку, страшный супрун и страшный лист конопли рядом и уже никого ничего не интересует, уже доктор смерть и американцы прислали нам этого доктора смерть, чтобы уничтожить наше молодое поколение. В то же самое время наше молодое поколение лазит под всеми лавочками и ищет там такие наркотики, о которых нам даже не снилось и в сторону этой самой марихуаны уже даже вообще и не смотрит по большому счету. Вот в этом наша большая проблема, потому что мы привыкли все смотреть черное или белое, поляризировать, нас очень легко обмануть, мы очень легко хаваем любой вброс, все потому что не пытаемся разобраться. Когда я сказал, что сделаю этот ролик, в первую очередь мне сказали, что у тебя нет достаточной квалификации и ты не сможешь разобраться там за один или за два дня, я сказал, конечно, у меня нет такой квалификации, но я могу по крайней мере разобраться в общих чертах, что правда, что вброс, где за, где против. Это на самом деле не так уже и сложно. Не сложно понять, что развитие института семейных врачей это хорошо, а вот отсутствие скорых для больных детей это плохо. Ну, резюмировать еще очень рано, нам еще много в чем нужно разобраться и в первую очередь это эпидемия кори и животрепещущий вопрос закупок вакцин. Слушаем. Ну, я и инший биг, что, небыто, закупки мали проводиться деколька роков тому, коли еще на посаде Супрун не было. Эти все данные открыты. Разрушенная система вакцинации в Украине произошла практически до 15-го года. Количество невакцинированных людей достигало в некоторых регионах 60%. Об этом все молчали. По разным причинам. Богатырева в свое время монополизировала процесс вакцинации из Бахтеева и они просто воевали за этот рынок. Разными способами. Манипуляциями, чему угодно. Умирали дети. Потому что вакцина вся была с Россией. Вся. Просто вся. Конечно, американская плохая, лучше с Россией. Так вот. Наступил момент, когда этот цикл надо прервать. Ульяна Супрун не просилась в кабинет министров. Никому взятки не носила. Ни по 3, ни по 5 тысяч долларов. Ее туда позвал президент. И она согласилась. Потому что перед этим приходили, как деятели, они приходят, садятся. У них ничего не получается. Они туда не уходят. Они все страдают, но ничего не делают. Она согласилась. Ей поставили задачу реформа. Ну как-то с ней выполнялась. Так вот, существует простой технологический цикл, который занимает 18 месяцев. От момента, когда вы заказали вакцину в мире. Потому что есть 4 монополиста, которые ее производят. 4. Так вот, этот цикл технологический занимает столько времени. Так вот, чтобы ей исправить ситуацию, которая формировалась 10 лет, она только в начале этого года, только в начале этого года выровняла ее, что дефицита нет. Я и со своим коллегом Злочевским, и под керевницом Андрея Клюева тоди, секретарем, мы провели ретельное расследование и поклали на стил Януковичу аналитичную доведку, что до негайного притягнения до криминальной відповідальности богатырьовы. За то, что мы увидели, что происходит в медицине. Незваживая на то, что Рейса Васильевна была даже нашим однопартийцем в некоторый час, потом она вышла из партии, что она была, я скажу, не чужая нам людина, но то, что мы увидели, что происходит в медицине, и в первую очередь подробка леков. Когда я увидел, на каком уровне продаются подробленные леки в аптеках, я жахнулся. Я сказал, что я человек, который имеет доступ к информации, который имеет возможность контролировать где-то в этой стране. Сейчас я боюсь себе и своей родине леки купить в аптеках. На тот период, сейчас я думаю, еще гірше. То есть, не можно говорить, что это был общественный одобрянский. Проблема была известна, но я скажу отвертою. То, что происходит сейчас, это и близко не стоит до того, что было тогда. Кори. Я не был медиком, но я залучал специалистов с медициной обучения. Я мав такие повноважения. Так вот, у меня возникает простое людское запитание, как у всех людей в этой студии. Если от кори помирают люди, если количество хворих больше, чем 500, как таке может происходить в современной стране в 21-м столетии. Почему государственный департамент Соединенных Штатов ровит заяву и застереживает про ситуацию и скорую в Украине, когда они нам сюда посылают виконачивающие об обязательства с питанием охраны здоровья. Я вибачаю, у нас же действительно надзвичайная ситуация в медицине. Как человек, который родился своей дочери, два месяца назад, не смог найти вакцину ПЦЖ. Даже я, я скажу, маючи большие связки, я не мог. Маленькая девочка, которая только родилась, я женщине в очи не мог смотреться. Так, мы нашли эту вакцину, я сейчас знаю, что она на 10 детей, и кроме моей дочки еще 9 новонародных получили эту вакцину. Я спросил, как так может быть, что вакцины нет в Украине. Мне сказали, что отмолились от российской, потому что страна агрессор, был контракт с поляками, потом посварились с поляками, и сейчас ждем из Индии. Я подзвонил в Відень, я подзвонил в Лондон, и подзвонил в Будапешт. Мне сказали, а где мне найти эту вакцину? Сказали, что нужно ехать на кордон из Белоруссии, как сейчас едет туда пів Украины, и там делать маленькую прививку. В Будапеште, в Відне и в Лондоне используют российскую вакцину. Так скажите, пожалуйста, это эффективный продукт. Чому нашим дітям не давати, якщо це їм захистить життя і захистить здоров'я? Яка тут може бути політика? Тут нужно сказать, что при этих всех регионалах, которые сейчас тыкают друг друга пальцами, кто прав, кто виноват, существовала одна коррупционная схема закупки лекарств, на которой делались миллионы. Понятное дело, что кто-то должен был быть за это наказан, и даже при этой власти можно было кого-то наказать. Не наказан никто, потому что, видимо, в теме опять-таки все. Сейчас же эту схему Супрун прервало, потому что теперь у нас лекарства закупаются через международные организации. И вроде бы, что касается именно финансирования, расчетов, все ясно и понятно. Но был период, когда первая коррупционная схема уже была поломана, а закупки через международные организации еще не пошли. И вот этот период ознаменовался тем, что было много людей невакцинированных, образовался пробел. Об этом еще будет высказано потом экспертное мнение, но коротко суть в том, что произошел этот пробел, и либо вакцины не было вообще, либо с ней был крайний дефицит. И вот люди некоторые из ближнего и дальнего зарубежья мне пишут, что у нас тут просто дикари все какие-то живут, что мы просто не хотим вакцинироваться, верим непонятно во что. На самом деле есть, конечно, такой феномен, я думаю, он есть и в других странах, но факт в том, что у нас просто иной раз нечем вакцинироваться. И люди, независимо от того, хотят они это делать или не хотят, просто не могут пойти и вакцинироваться, потому что им нечем. Я понимаю, для вас просто невозможно такое представить, даже потому что в ваших странах такого быть не может. Но у нас это все реально существует. Кроме того, еще более важный вопрос. Не то, что пошли закупки через международные организации, а что закупают. Я думаю, что это нужно будет рассмотреть в третьей части этого блога. Это и еще несколько вопросов, которые мы не затрагивали. Ну а потом подрезюмируем. Почти уверен, что финальная часть выйдет завтра. Будьте здоровы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok